Вы, наверное, чувствуете по всему сегодняшнему дню, мы решили сделать акцент на тех вещах, которые очень важны для самостановления человека, его мировоззрения, личности и так далее. И, продолжая эту тему, на самом деле нам бы очень хотелось поговорить не только об образовании, но на самом деле о воспитании. Мы себя называем школой гражданского просвещения. Это тоже разные вещи. Значит, вот просвещение, причем не в том классическом, нет, продолжая как бы то классическое понимание, которое сложилось в XVIII веке, веке просвещения. И на самом деле мы наследники, в хорошем и в плохом наследники века просвещения. А вот просвещение как то, что заражает определенными темами, которые потом человек нуждается в собственном самообразовании для того, чтобы как-то выполнить эту работу для себя, по крайней мере. Но есть такая удивительная тема, которая называется, на самом деле, воспитание. И сейчас мы как-то все время думаем, воспитательница в детском саду – это не такая важная профессия, а это определяющая профессия. К сожалению, не все воспитательницы в детском саду очень точно понимают, что они действительно формируют личность какую-то. И воспитательными является семья, искусство, церковь. Хотелось бы, чтобы и школа, среда. Греки всегда думали и говорили, и вводили такое понятие – второго рождения. От отца с матерью мы рождаемся только почти на биологическом уровне. А все, что с нами случается потом, родились мы или можем умереть, как седовласые дети, это случается с нами самими при нашем усилии. И древние греки называли это вторым рождением. Как оно случается для каждого, очень сложно сказать. Оно всегда индивидуально. Это всегда проход определенного пути. Но в эту минуту, когда он рождается, человек, он действительно что-то в мире такое открывает, важное для себя и важное в своем поведении. И как-то вот мы, правда, с ним переписывались и скромно друг другу что-то говорили, но по техническим каналам связи. Но Йорк всегда, вот, Йорк фон Штутниц, он как бы знает уже, что мы всегда хотим от его, от его сессии, от его выступления. Потому что когда-то, при нашем первом знакомстве в начале 2000-х годов, он нам рассказал совершенно для нас важную историю, что такое была его семья, как эта семья, эта немецкая аристократическая семья, проходила 20-й век, и им, которые потеряли практически все, осталось только одно. То, что они называли воспитанием. все то поколение, которое воспитывало вот этих вот детей, людей. И это та история, которую, может быть, сейчас Йорк ее не будет рассказывать, а может, как-то о ней скажет. Но, на самом деле, она определяющая не только мировоззрение и поведение его сегодня, как человека, достаточно известного во многих немецких кругах. Это, между прочим, бывший посол Германии в России, человек, удивительно любящий эту страну. Я его когда-то спросила, что его так тянет сюда. А он так это строго, по-немецки, но откровенно совершенно сказал, какая-то таинственность душа. Вот что он сказал. Хотя, я думаю, существует и немецкая душа, и такая-то вообще душа существует индивидуально, вне зависимости. Культура только определяет состав наполнения этой души. Она есть или нет. И она относится ко второму рождению. Но вот он сменил немножко тему на важность образования в современном обществе. Я должна сказать, что фон Штудниц возглавляет одно из самых известных таких обществ. Германо-российский форум – это вот тот самый петербургский форум, который проходит почти что на государственном и общественном уровне. Это подсдамские диалоги. И раз в два года этот форум проводит вместе со школой совершенно замечательные интеллектуальные семинары, которые мы два года вспоминаем, а потом еще полгода готовимся всегда к следующему. У них огромное количество программ по истории, по знанию немецкого языка, по русской истории. Поэтому я очень вас прошу, кто интересуется, познакомиться на самом деле с этим форумом, который осуществляет большую культурную работу и в Германии, и в России, имея вот этот вот кусок культурный, обозревая его германо-российские отношения, связи, контакты, история и прочее. И ему слово. Пожалуйста. Спасибо, Лена, за добрые слова. Это меня очень тронет. И я знаю, что я всегда дома у вас в школе. И это очень хорошее ощущение. И мне нравится много, что я опять могу быть с вами в этом году здесь, в Зеленогорске, как я был здесь в прошлом году. И Лена меня пригласила говорить о обществе и воспитании. Может быть, я больше буду говорить о обществе и образовании. Мне кажется, потому что образование – это что-то, что вы, в конце концов, делаете сами. И воспитание – это что-то, что делает для вас. Мне кажется, в этом лежит разница, которую я буду изложить в моих словах. Конечно, быть немецким. Я буду говорить о моих немецких ощущениях, и что я считаю важным за это. Вы должны считать и обсуждать, если это вас что-то скажет или нет. Может быть, что мы найдем много общего, может быть, что нет. Но все-таки мне кажется, я хочу изложить вам мой опыт. И особенно я не буду говорить о моем собственном образовании, как Лена сказала. Я больше буду говорить о том, что я испытывал, когда мои дети выросли. Их есть пятого. И я имею достаточно большой опыт именно с воспитанием и образованием последних 30 лет 20 века и, конечно, начала этого века. Об этом я хочу говорить с вами. И, конечно, я очень хочу подискортировать мои тезисы, мой опыт опять потом с вами. Ну, хорошо. Тема общества и воспитания затрагивает одну из основных задач человеческого сосуществования, а именно ведение подрастающего поколения в существующую общественную связь. Этот процесс начинается с рождением и, если, как велитий Гёте воспринимает жизнь как непрерывный процесс обучения, то заканчивается он только со смертью. Само собой разумеется, что воспитание на различных этапах жизни необходимо рассматривать совершенно по-разному. Дети и подростков воспитывают педагоги, которые сами являются представителем и предшествовавшего поколения. В зрелом возрасте воспитательные задачи перерастают в поручения, направленные на каждого в отдельности. Общество – это совокупность современников, требующие от каждого ребенка или взрослого интегрироваться в это общество. Уже здесь мы наталькиваемся на проблему свободы, а именно на вопрос, «В какой степени общество имеет право требовать от граждан ассимиляции в смысле подчинения?» В различных обществах ответят на этот вопрос абсолютно по-разному. «В зависимости от уровня самососания». Есть общество, которое рассматривает своих граждан лишь как часть целого, не придают им особого значения или восье не ценят. Национал-социализм в Германии занимал в этом отношении особо радикальную позицию. «Ты – ничто, твой народ – все». В таком обществе, которое называло себя народной обществью, было нормой потребовать от человека всего, даже пожертвовать своей жизнью. Совсем противополучную этому пониманию точку зрения представляет демократическая конституция Федеративной Республики Германия, которая признает в ее основном законе честь отдельного человека на высшем неприкосновенном достоянии. «Свобода, принадлежащая человеку по праву, ограничивается только свободно других с этим живущих людей. Из этого представления свободно друг с другом живущих людей я буду исходить при размостении темы общества и воспитания». Итак, ключевой вопрос, «Как ввести свободно рожденного человека в общество других свободных людей?» Само собой разумеется, что педагогика, руководствующаяся этими условиями, достигнет своей цели только в этом случае, если при воспитании допускается максимум свободы. Это значит давлением и принуждением свободы не создать. Многие сразу возразят и скажут, что маленький ребенок нуждается долгое время в опыте других, прежде чем он сам созреет для свободы. Ребенку необходимо влияние педагогов, будь то родителей или учителей. Под этом опять же подразумевается, что педагоги воспитывают дети по собственным представлениям так, как будто знают, каких результатов должен достигнуть воспитательный процесс. По цели воспитания понимается сегодня в общем подготовка полезного, ценного члена общества. Хотелось бы спросить, а не находится ли это в разногласии с постулатом свободы? Кто же определяет ценность полезного члена общества? Не экономика ли это, которой необходимо способная, высококвалифицированная рабочая сила, потому как это единственный способ выдержать конкуренцию? Вытыкающий из этого требована к детям уже в школе достичь высочайших успехов, чтобы лидировать в борьбе за лучшее учебное место и занять. Наконец-то самую высокооплачиваемую должность производят с раного детства чрезмерное напряжение. По праву можно спросить, как сосчитаются эти требования с воспитанием свободы? Или не создает ли такая воспитательная система чрезмерного подавления свободы? Конечно, победители этой часто безжалостной школьной и университетской конкуренции достигают лидирующих позиций в экономике и наряду с этим приобретают неизмерные потребительские возможности, которые воспринимаются как свобода. Но настоящая ли это свобода? При которой большинство претендентов сходят с дистанции, и этой экономической свободой довольствуется лишь меньшинством, которое может себе все позволить. Необходимо задаться вопросом, действительно ли в интересах общества посредством образовательной системы воздвигнуть ограниченное числа лиц на лидирующие позиции и передать подавляющее большинство на снабжение социальному государству. Возникает вопрос о более сбалансированной системе воспитания и образовании, которое бы лучше соответствовало идеалам свободы. Позвольте мне на этом месте представить систему школ Вальдорфа, которую я испытал с моим детям, основающуюся на антропосовских представлениях Рудорфа Штайнера. Основная мысль вальдорфской педагогики состоит в том, что ученик необязательно должен воспитываться к чему-то, что предписывает государственная образовательная программа. Вальдорфская педагогика стремится вскоре развить задатки ученика. Каждый человек — это уникальная индивидуальность и обладает своим очень особенными собственными талантами. Цель школьного образования состоит в том, чтобы ознакомить ученика со знанием и опытом современного окружающего мира, так, чтобы ученик сам мог осознать, каким жизненным задачам он хотел бы посвятить себя в трудовой жизни. Сама собой разумеется, что это знакомство с миром происходит не только на абстрактном интеллектуальном уровне. В равной степени, как и разум, необходимо развивать и поддерживать таланты в области искусства и практические способности. Тем самым происходит всесторонное развитие личности, и ученик не подвергается психическим перенагрузкам односторонного интеллектуального образования. Вальдорфская педагогика базируется на антропоразовском представлении о человеке. она исходит из того, что с человеком каждые 7 лет происходят существенные изменения. На это должно ориентироваться прежде всего школьное и дошкольное обучение и, собственно, индивидуально подходить каждому ребенку. В первый 7-летний период жизни, который отмечается началом смены зубов, детям необходимо позволить играть, а не предъявлять слишком рано требования к развитию его интеллектуальных способностей, раному обучению, чтению и письму, которые лишь расходуют существенные психические силы, нужны человеку для создания здоровой функциональности организма, служащего ему всю жизнь. Сегодня происходит ожесточенная борьба педагогов против дисквалифицированных из-за старомодных взглядов родителей, которые противостоят слишком преждевременному интеллектуальному образованию. Педагоги, подстрекаемые требованиям экономики, ориентированной на конкуренцию, и политиков, считающие нужным игнорировать эти запросы, требуют все более ранние сроки обучения, как правило, уже с 5 лет. Более того, они требуют также дошкольное обучение в детском саду, где уже с 3 года жизни должны разрушить буквы и решатся простые примеры. При этом обычно используются аргумент, что дети умели бы это делать и испытывали бы радость от такого учебного содержания. Возможно, это только вопрос времени, когда раннее образование детей будет узаконено. садики, работающие и садики, по бардовской методике, пользующиеся большой популярностью, учебники, но у них совершенно другой учебный план. Неранное обучение письма, чтение и счёты, а выработка социальных навыков путём совместного пения и игры. Враты, возможно, представить себе больший контраст, чем обособленно направлена подготовка интеллекта, работающего единичным и изолированным и развитие чувства общности в Вальдовском детском саду. Я не отрицаю, что сегодняшние родители вынуждены отдавать своих детей на целый день в детский сад, особенно тогда, когда они растят ребёнка в одиночку и должны зарабатывать средства на существование себе и детям. В данном случае общество двигается на пути с неизвестным результатом. Мы ещё не знаем, какие последствия для здоровья имеет то, когда слишком рано исчерпывается и потерпевается духовная сила, неховинимая человеку в его последующей жизни. В этом отношении у нас ещё не опыта, потому как мы находимся лишь в начале процесса ускорённого образования. Однако то, что видно уже сегодня, это увеличение болезненной цивилизации, ранее нам неизвестных. Мы наблюдаем также растущую запущенность среди молодых людей, которые заявляют о себе грубым насилием и политическим экстремизмом по сторон потворствующему актам насилия. не происходят вовлечения молодёжи в социальные сети через родительские поколения. Свобода, которой молодёжь наслаждается сегодня, предпосносится как огромное преимущество в противовес прежним принудительным методам воспитания. Но здесь же необходимо предостережение свобода, которая так громко требуется от экстенсивного переживания, это лишь свобода от, а не принадлежащие личности по праву свобода для. Свобода для это та, которая даёт возможность людям свободными индивидуалами служить обществу свободу. вычленяет человек из общества. Остаётся надеяться, что это только первый шаг, которому будет следовать следующий использованная свобода для. не следует забывать, что большинство из тех, кто испытывал на себе давление государственные системы образования, так и не достиг своей жизненной цели. За счастье эти люди натальгиваются на большие трудности вообще найти постоянную работу и всё счастье становятся жертвами быстрых перемен на рабочих местах. бывшая раньше уверенность после полечения диплома найти работу и трудиться на ней до пенсионного возраста осталась в прошлом. Только те, которые победили в погоне за высокооплачиваемой должностью должностью на основании великолепного образования насаждаются своей жизнью и оставляют менее удачливых на произволь судьбе. Я боюсь, что это результат конкурентной системы образования, которая господствует в современном обществе. Вопрос в следующем. Должны ли мы послушно довольствоваться этим, или же мы призваны разработать альтернативы, как это делают люди, осознающие ответственность перед обществом. Мне хотелось бы еще раз вернуться к варварской педагогике. Это педагогическая система цель, которая подготовит к свободе для. подрастающий человек должен свободно испытать себя, открыть свои способности и задатки и тем самым понять, где его место в обществе и где он может проявить свои таланты. самая удивительная при встрече с учениками в ардовской школе их беспристрастность в обращении, их способность свободно выражать свои мнения и их большие социальные обязательства. Я убежден, что в настоящее время как никогда нам нужны такие люди, которые готовы нести на себе ответственность в обществе. Нашему современному обществу с его устаревшими структурами брошен вызов, ему необходим новый подход, который бы принимал во внимание постоянные изменения. Он пытается сохранить свои старые структуры и модели и защищается от образовательной системы, которая бы подчинилась этим изменениям. Интересно, что вальдовским школам гораздо сложнее заявить о себе и получить признание со стороны государства и закороненных католических регионах германин, таких как Вавария, а также и в Астрии. Несмотря на конституционные разделения государства и церкви, общественное и персональное влияние как раз католитической церкви достаточно сильно, чтобы противостоять распространению вальдовских школ. Церковь читает, что имеет право управлять духовностью людей и это ведет к тому, что церкви достаточно трудно принять систему школьного образования, прививающую людям чувство свободы. Интересно, что в немецких федеральных землях, где министр культуры и образования выдвинут от социально-демократической партии, можно тоже заметить противодействие вальдовских школам, но на это есть другая причина. Здесь вальдовские школы отвергаются как элитные. Левые политические силы недовольны тем, что родители сторонницы государственной школы отправляют своих детей в частные. Вальдовские школы упрекаются в том, что они проводят политики обосновления от общества. Только состоятельные родители способны оплатить обученные в частной школе. Факт конечный, что школы вальдов в Германию получают значительные государственные субсидии. Но на основании этого государство не считает себе обязанным предоставлять место в государственных школах для учеников вальдовских школ. Государство отказывается во всех федеральных землях, отвечающих согласно немецкому законодательству за школьное образование платить ту же самую сумму за обучение вальдовского ученика, какую государство расходует на ученика государственной школы. Вальдовские школы вынуждены брать плату за обучение с родителей, отчасти потому, что государственные субсидии не покрывают всех расходов, с другой стороны, потому, что необходимо финансирование дополнительного ассортимента школьных предметов в области искусства и практической сферы, которые не предлагаются в государственных школах. Упрек валютарной сегрегации не соответствуют действительности. Хотя и существует рекомендуемый размер оплаты за обучение, родители решают все же самое, сколько они хотят и могут платить. Как раз чтобы избежать социального разделения, регулярно принимаются так же деньги, дети, которые не могут платить даже маленькие или вообще никакие взносы за обучение. Таким образом, из всех упреков левых политических сил остается один стремление ограничить принятие в обществе конкурентной модель образования, если уж нельзя совсем ее предотвратить. В этой связи следует отметить, что вальдовские школы были запрещены во время национал-социализма и социалистической ГДР. Школа воспитывающая подрастающую поколение свободолюбивым противоречило тогда общественным взглядам. Я охватил в особном школьное и дошкольное воспитание. Если же рассматривать высшее образование, то и здесь дело обстоит так же. От образа свободного университета единство свободных исследований и учений каким его создал Вильгельм Кумбольд, мы уже повсюду очень удалились. Современные университеты не являются больше институтом образования для свободных личностей, а опущены на уровень заведения для подготовки кадров. Процесс Балони является тому показательным примером. Своемогущая экономика осуществила ее требования по ускоренному и на эффективность ориентированному образованию. За озабоченностью можно спросить, в состоянии ли еще наши университеты обучать людей, думающих самостоятельно и ответственно, преобладающие большинство выпускников высших учебных заведений приобрели навыки для выполнения желаемой профессии, но им не было дано шанса проанализировать значение их деятельности для экономики и общества. Обдумав разрушительные последствия финансового кризиса потрясающего мира с 2008 года, мы приходим к выводу, что виной тому были жадность и беспредельность акул финансовых рынков. Это люди, которым неведомо, что значит нести ответственность перед обществом. Им не приходилось задумываться об этом на собственном пути их личностного развития. Они были настроены только на то, чтобы быть лучше других и побеждать. Итак, хотелось бы еще раз спросить, на какую модель воспитания должна ориентироваться общество, какие плоды может принести обществу успешное образование. Решающим критерием для ответа на этот вопрос является образ личности, отробанный обществом и которым руководствуются педагоги в школе и в университете. Я опасаюсь, что в сегодняшнем общество все еще преобладает воззрение, которое требует от каждого сраного детства и до глубокой старости подстраиваться под общественные мерки. Но кто останавливает эти нормы? Раньше в крестьянской Европе это делала церковь. В современном западном в значительном степени нерелигиозном мире являются обязательные общественные нормы и ценности, заимствованные из философии просвещения. Изламским миром управляет авторитет Корана. В Советском Союзе ценности определяла коммунистическая партия. Вероятно, то же самое происходит сегодня и в Китае. Все эти различные социальные системы имеют в конечном счете общую метафизическую точку соприкосновения, даже если она обоснована отчасти материализмом, из которого и вытекает общество предписанные нормы. Но если в этом метафизическом отношении стандарты устанавливаются группой людей, а не человеком, то это неизбежно ведет к применению силы, чтобы подчинить отдельных личностей. Необходимо задаться мыслью, что мы хотим сообщество свободных людей или людей, используемых властью. Это выбирает каждое общество само для себя. Такое решение в значительной степени зависит от того, какую систему воспитания и образования принимает общество. Большое спасибо за внимание. Итак, коллеги, сейчас есть возможность задать вопросы послу Фонштуднецу, и я прошу использовать эту возможность. Пожалуйста, кто желает открыть площадку? Прошу, сударыня, пожалуйста, Белоруссия, насколько я помню. Ну, даже я обиделся на эту поправку. Для нас Белоруссия навсегда. Добрый день, Алина, Республика Беларусь. Большое спасибо за вашу, можно сказать, просветительскую лекцию по поводу Штайнеровской школы. И я думаю, что хочется надеяться, что многие заинтересуются данной педагогической методикой. Кроме того, известно, что в Европе есть много других методик, в том числе популярная методика Монтесори, которые, по моему знакомству с этими методиками, во главу своего образовательного процесса ставят личность как индивидуальность, а не как часть чего-то общего. Мой вопрос заключается в том, что во время ГДР была запрещена данная методика Штайнеровской школы и методика на территории, которая разделяла взгляды Западной Германии. И, насколько известно, это было около 30 лет. Вопрос в следующем, какие программы происходило после объединения Германии восстановление этого образовательного между теми людьми, которые воспитывались в Восточной Германии и в Западной Германии. Какой есть опыт и, может быть, возможно, этот опыт как-то использовать и в данной ситуации. Спасибо. Вы знаете, до 1938 года еще существовала Вальдовская школа на премьере в Дрестине и тогда был конец. Нацисты тогда запретили вовсе эту последнюю школу, которая и существовала. До 1948 года опять в Дрестине еще существовала Вальдовская школа при коммунистов. Но все-таки это было последнее. Тогда они запретили и было конец до 1990 года. Ну, сразу после соединения Германии нашлись учителя на Западе, которые вышли на восток в бывший ГДР. И там встретились родители мои, людьми, которые были очень интересованы именно воспитанием Вальдовской системы. там всегда жили люди, которые по-другому думали. И таким образом им было легко начинать медленно, постепенно устройство новых школ. Сегодня я не знаю, сколько их существует, но я догадываюсь, что это будет в крайней мере 12, если не 20 в бывшем ГДР. И число еще растет. Отвечает это вопрос, да? Хорошо. Я все-таки позволю себе попросить вас, господин посол, остановиться на второй части вопроса, о котором говорила слушательница. Каким образом ликвидировался разрыв в образовании, разница двух образовательных систем после объединения Германии на востоке и на западе? Ведь это были разные подходы к образованию. Вам пришлось сглаживать эту разницу во многих других сферах, как это происходило на уровне школ. Вот это было бы интересно просто, на мой взгляд. Простите мою настойчивость. Вы знаете, соединение делается на базе так называемого договора на единство Германии. И этот договор предусмотрен на премьер, что наш фундаментальный закон, наша конституция, которая уже существовала в 1949 году, будет действовать и в ГДР. И в Конституции предписано, что есть право на свободных школ. И когда это право было регулировано, это не обязательно бесплатно, и может быть заплатно. Это зависит от организаторов. Организаторов, если найдутся организаторы, которые имеют фонд, родители, которые могут заплатить, тогда это разрешается. Это только запрет того, что это нельзя быть только школа для элитных людей. Если есть разделение поколения народа на бедных и богатых людей, тогда такие школы не разрешаются. Но все эти личные приватные школы, если они существуют, и есть такие, которые принимают очень сильные, высокие взносы от родителей, все-таки они всегда имеют программу для бедных или для мало успешных людей, потому что они всегда принимают стипендиаты. И таким образом они определяют этот норм, который не разрешает раздел между богатым и бедным. Хорошо? Прошу, коллега, вам слово. Представляйтесь. Добрый день. Хилус Евгений Кемеровская область. Вот в России бытует мнение о вреде тайноровских школ со стороны именно христианского учения. Так ли это? То есть выступление наших религиозных деятелей, в частности Андрей Кураев намекал на то, что данная школа опасна для детей, для христианских. Я знаю, что здесь православная церковь не любит такие же школы. Это вопрос, который я вам дам обратно, потому что я спрошу, почему православная церковь не разрешает такие свободные школы. Мне кажется, это совсем другая дорогая картина от человека. если человек определяет себе сам или есть авторитет, я не знаю, церковный авторитет, который определяет куда, кто хорошо для детей или что нет. я вам дал наш немецкий премьер, где мы убеждены, что в конце концов человек должен быть свободный, который сам определяет, что он хочет. выражение этого есть система свободных школ в Германии, есть школы католических церквей, есть школы протестантских церквей, есть совсем свободномышленные другие школы, но совместная база всех этих личных школ, независимых от государства. Это идея, что люди должны сам определять, кто воспитает их детей. Это один из главных регламентов нашего Конституции, что первый авторитет для воспитания детей это родители, это не государство. Если родители хотят, что там будет свободная школа, тогда это должно быть, тогда это разрешается. Мне кажется, здесь в России, если православная церковь скажет, что эта школа опасная, это из-за того, что конечно воспитание на свободу это самая высокая сил этих независимых школ. Конечно, если вы имеете в виду потребление на авторитет, были ли это государства или была ли это церковь, тогда это конечно сопротивление двух совсем разных подходов на систему образования и воспитания. Следующие коллеги, прошу сударню вам слово. Федотова Юлия, Всероссийский детский центр Орленок, Краснодарский край. Спасибо вам большое за вальдорфскую технологию, про очень интересный рассказ об этом. К моему удивлению, я не знала, честно говоря, что так обстоят дела в современной Германии, где она, скажем так, не поддерживается, государством. У нас в России есть, я, по крайней мере, знаю, очень хороший опыт вальдорфского воспитания в детских садах, в частности, в городе Ростове-на-Дону, там работает моя однокурсница в таких детских садах, и это действительно очень интересно, это действительно совершенно другие дети, очень сильно отличающиеся от детей, скажем так, даже от моего ребенка, который воспитывается в самом традиционном обыкновенном детском садике. Это здорово, что это есть у нас, и есть люди, которые этим занимаются, и есть люди, которые это поддерживают. Вы знаете, наверное, больше как реплика, как реакция на то, что было вами сказано. я когда слушала о вальдорфской педагогике, о ее современной судьбе в Германии, очень напомнила мне ситуацию, которая очень драматично прошлась по моему родному орленку в 60-е годы. Вообще вот в этом году, 5 ноября, вся педагогическая общественность, я думаю, Россия будет праздновать 90-летие со дня рождения Игоря Петровича Иванова. Не знаю, насколько это имя знакомо данной аудитории и вам лично. Это основатель коммунарского движения в России, которое появилось в конце 50-х, в начале 60-х годов. И почему сравнивают, не сравнивают даже, а судьбы сравнивают вальдорфской системы и коммунарской системы, потому что при достаточно большой разнице смысловой, судьбы у них очень похожие, очень одинаковые, в том плане, что со стороны государства это, мягко говоря, не поддерживается. В Орленке это была достаточно драматическая ситуация в 66-м году, когда группу этих людей, коммунаров, которые приехали в Орленок и делали очень интересные вещи, которые связаны были с воспитанием коллектива, но с воспитанием с помощью коллектива свободной и мыслящей личности. Это действительно было, и это было очень здорово, и это давало определенные очень интересные результаты, и сам процесс был очень хорош. И это продолжалось с 63-го по 66-й год в Орленке, пока партийные функционеры не поняли, что-то куда-то идет не туда, и что пора этим орлятам подрезать крылышки. И, собственно говоря, в 66-м году эта инновация педагогическая закончилась. У меня в связи с этим к вам даже не вопрос, а тоже поразмышлять. Как вы думаете, почему при таких достаточно разных условиях, достаточно разных и содержательных смыслах педагогических государства и в случае с Германией и в случае с, в данном случае, наверное, с Советским Союзом все-таки реагируют на подобные педагогические инновации, гуманистические по своей сути, реагируют как-то одинаково? Спасибо. Жестко, достаточно жестко. Спасибо. Во-первых, мне было очень интересно, что вы рассказали о движении в России. Я знаю, что здесь есть некоторые вальдовские школы и достаточно больше даже вальдовских детских садов. Мне кажется, это, я приветствую это движение, потому что, мне кажется, это служит действительно свободу, как я уже изложил в моем докладе. Во-первых. Во-вторых, я не знаю, если там было не разумения, потому что, конечно, сегодня в бывшем ГДР есть, я не знаю, некоторые вальдовские школы, может быть, 20, я просто не могу вам сказать, но все-таки теперь развивается. Но это только вопрос, который медленно происходит, потому что должно всегда собираться достаточно большое число родителей, которые хотят такую школу. Если родителей нет, тогда не будет. Но ваш вопрос мне трудно ответить, потому что я вижу, что в разных странах, это не только в Германии, в Нидерландах есть многие такие свободные школы, во всем севере Норвежии, Свечи, Дании есть, в Англии есть. Это труднее в католических странах, как Франция, Италия, Испания. Это, ну, я вам попробовал вам изложить причины. Мне кажется, это более или менее та же самая причина, как это здесь встречается с авторитетом, который тренировый для себя славоправная церковь. Мне кажется, там, где сильное влияние традиционной церкви, там для развития свободных школ есть больше препятствий. Отвечает это у вас вопрос? Не совсем, но спасибо. Хорошо. Так, коллега напротив меня, который интересовался мировой закулисой, пожалуйста. Алексей Северяков, Ленинградская область. Образование, как известно, состоит из обучения, воспитания, если так коротко. Я согласен, что Вальдорфская школа выпускает более конкурентоспособных учеников, в какой-то степени, со стороны обучения. Соответственно, но еще есть вопрос воспитания. У меня коллега из моей организации «Новая молодежная политика европейская», он выступал на встрече с министром образования Германии и как раз говорил на эту тему. Вопрос, кого выпускает школа? Профессионала хорошего, который много чего умеет и, может быть, гораздо более конкурентоспособен, свободен в этом смысле по отношению к другим участникам общества, либо же настоящего человека, живущего по совести. Ряд лингвистов, филологов в России переводят слово «свобода», это древнерусское слово, четырехкоренное, совестью водительства, богом данное. И, соответственно, еще такой вот маленький пример приведу. Читал один из последних социологических опросов в Германии, где молодых немцев опрашивали, например, в каком обществе бы вы хотели жить. 70%, ну, порядка 70% около в Восточной Германии высказались в СССР, значит, и порядка 30% в Западной Германии молодых немцев. То есть, в принципе, ну, где-то около половины. И вопрос, в чем заключается вопрос? Свобода, вот на мой взгляд, она, возможно, только в таком обществе, где человек может реализовать свой познавательно-творческий потенциал. То есть, в таком обществе, где человек уверен в завтрашнем дне, в Германии сегодня человек, вот с учетом этого социального социологического вопроса, он уверен в завтрашнем дне, то есть, что он завтра там не останется без работы, без жилища. И если нет, то понимается ли этот вопрос Германии, и какие вот действия предпринимаются со стороны общества по исправлению этой ситуации? Скажите, этимология слово откуда взято? Какой словарь? Я был поражен трактовкой. Я на словарь не буду ссылаться, потому что я читал об этом в работе специалисты Санкт-Петербургского государственного университета. Если интересно, потом могу конкретно дать работу. Вы знаете, мой ответ совсем коротко. Потому что я только-то видел фильм и с ним говорили о том, что человек получает подарок свободы. И если свобода только подарок, тогда это не свобода. Свобода надо всегда завоевать за себе. Это самое важное, потому что если вы хотите иметь свободу, тогда надо для этого работать. Это каждодневная работа, чтобы быть действительно свободным. И первый шаг, как я сказал, первый шаг, может быть, что это свободно от чего-то, но в конце концов свобода должна быть для кого-нибудь или для что-нибудь. Но все-таки свобода это всегда процесс. Это не что-то, что вам дарено. Вот мой ответ. Александр Хрусталев я видел, да? По свободе вы хотели что-то сказать. Мне показалось? Хорошо. Да, прошу, пожалуйста. Спицын Андрей, Астраханская область. Я был в Германии и видел два типа детских садиков. Один традиционно немецкий, когда дети приходят в садик со своей едой, имеют в детском садике спальный мешок и в этой же комнате, где играют, отдыхают. Видел детский сад, который этнические немцы, переселившиеся из России, организовали там. И у них техническое оснащение, примерно как у нас в России в детских садиках, отдельная спальная комната, игровая и так далее. Методики в этих детских садиках разные. Понятно, что традиционно немецкое воспитание там, где как в первом виде детских садиков и очередь из детей, которые хотят попасть в тот детский садик, который был организован этническими немцами, которые пришли и являются выходцами из стран СССР. Как вы считаете, в этой конкуренции, которая складывается сегодня по воспитанию детей в двух этих видовых садиках, кто победит, это раз. Второе, вот после того, когда дети из садика переходят в школу, в Германии сегодня проходят экзамены, и школа или гимназии отбирает себе учеников для первого класса, не является ли это нарушением равенства детей на получение образования? Во-первых, разница между детскими садами, которые вы видели. Если это свободный детский сад, тогда родители могут много определять, что они хотят. Если бывшие российские граждане, российские немцы, там устроят свои киндергарты, это свободное решение, что они хотят делать для своих детей. В этом я не вижу никакие ограничения. Большинство наших детских садов это, конечно, государство нет, безусловно, потому что государство имеет обязательство устроить везде такие детские сады и школы. и этим только добавляется свободная инициатива разных родителей, которые должны это делать. Но это всегда меньшинство, и я уверен, что это всегда будет меньшинство, потому что родители, взрослые, которые чувствуют ответственность, действительно ответственность для воспитания их детей, это ограничено. Большинство родителей скажут, ну, это задача государства. Я об этом не уверен, но так и реагируют большинство людей. И мне кажется, это всегда так и будет. если говорить равенство доступа на общее образование, я не боюсь, что есть большая разница, потому что я всегда видел, это зависит от таланта и ну, от детей самой. Если они хорошие дети, которые могут учить успешно, тогда не играет большую роль, что они имели уже в детском саду как пришкольное образование, потому что это новый подход к школе. Эта разница, о которой вы говорили, мне кажется, в действительности не существует. Ну, это я видел сам, потому что мои дети всегда были ну, в первой инстанции в Вальдовском детском саду и потом в Вальдовской школе. Знаете, их успех в университетах тогда было безуспришено, даже если это было совсем другое образование. И почему это было так? Потому что они учили, может быть, лучше, чем многие так называемые государственные школьники сам работать интеллектуально. это было большое преимущество, которое они имели. Знаете, мою старшую дочь принимали один из самых престижных университетов в Америке на базе его вальдовского воспитания. И они говорили, вот это так, что мы хотим, свободный, свободно мышленный человек, который сам может определить, что она может делать. решающий элемент ей дать хорошую стипендию. Был вопрос, а мы слышали, что вы учили музыкальный инструмент, вы играли на скрипке до школьного возраста, до окончания среднего образования. Она сказала, да, и вы играли даже в оркестре, в школьной оркестре. Это нам скажет, что, во-первых, вы начнете ждать тем, что вы это делаете до конца. Каждый год вы учались скрипку. И вы могли это дать на общество, потому что вы играли в оркестре. Вот это для них определял вопрос, ей дать стипендию или нет. Вы знаете, ощущается, что это ценность такая же воспитания. Воспитание на свободу и воспитание, где школьники учат, как свободно работать, как сам работать. Вот это, мне кажется, это важно, потому что нам нужны такие же люди. нам не нужны люди, которые только реагируют на указ. Нам нужны люди, которые сами могут промышлять. Светлана Шмелева, выпускница школы и обновательница нашего IT-класса. Света, прошу. Благодарю. Прежде всего, я хотела вас поблагодарить за прекрасный русский язык. И у меня будет не вопрос, а комментарии относительно языка, собственно говоря. По крайней мере, в русском языке слово «свобода» скорее ассоциируется с ничего не деланием. То есть либо ты занят, либо ты свободен. И в этом смысле, мне кажется, проблема свободы, если мы говорим о России, что она вот так воспринимается, хотя освобождение и высвобождение становления свободного человека связано с действием, а русский язык предполагает бездействие. Отсутствие ответственности и в том числе работа над самим собой. Спасибо. Вы знаете, из-за этого я сделал разницу между свободой от и свобода для. Что вы описываете, это свобода от. Я больше ничего не никакие обязанности. Я совсем независим, я свободен. Вот. Ну, я только скажу, это не хватит. потому что мы как даже индивидуалы, мы все-таки члены общества, которые нас воспитывают, которые нас окружают, и мы должны, что мы получим от общества, от родителей, от школы, от я не знаю от кого, мы должны ответить и им дать, что мы имеем, потому что это отношение обмена между людьми. И из-за этого я так сильно потребовал, что должна быть и свобода для, и свобода для, это мое решение, что я могу вам дать. Для этого я свободен, если я вообще-то хочу или нет. И решение, что если скажу да, я буду вам дать, что вам нужно, да? Вот мне кажется от этого мы живем как люди. Да? Хорошо. Но на русском языке к сожалению не так это звучит. Как? На русском языке не так это звучит свобода, к сожалению. Ну вы знаете, все-таки по-немецки тоже свобода, немецкое слово это фрайхайт. это значит быть свободен от все в начале. Ну вы знаете мышленное развитие, которое мы перейдем уже я не знаю сколько лет, может быть что 200 лет с Готто или Канта это что свобода от вас или от чего не хватит потому что надо добавить и это свободе который нас соединяет с человечеством это два аспекта и свобода должна иметь обязательно эти два аспекта единственный аспект не хватает для человека человек который только считается себе свободен от всего он еще не человек пожалуйста коллега максим беляев господин посол вам известно что экономическая и политическая элита российской федерации своих детей учит на западе их соответственно вопрос где германская элита учит своих детей и учит ли она их не в пределах не только Евросоюза хотя бы не в пределах Германии и второй вопрос очень хочется задать вам как послу в СМИ постоянно как сказать периодически возникает такой дискурс о том что вот бы германские технологии вместе с природными ресурсами России и лучше страны в мире нет то есть что вы можете об этом сказать спасибо во первых конечно и немецкие родители посылают их детей за границу может в Англию в Штейцарию но не таким большим количеством как это делается в России потому что у нас в общем школьная система неплохая и есть такие же свободные независимые школы интернаты как в Англии которые существуют у нас и которые имеют очень высокий престиж и туда посылают ну богатые люди в гармонии своих детей или в Швейцарии может быть больше в Швейцарии чем в Англии это в общем ответ на ваш первый вопрос второй вопрос вы знаете это мы сделаем уже 200 лет потому что если видите сколько немецких разминников инженеров я не знаю ну особенно такие практические люди работали и работают в России числа немецких фирм которые работают в России сегодня это больше чем 60 тысяч 500 ни никакая страна которая имеет столько представителей мне кажется все иностранные представители вместе меньше чем эти немецкие представители в России эти немецкие фирмы и представители немецкого бизнеса знают что здесь можно зарабатывать деньги и это они делают и для меня было интересно читая я не знаю два года назад описание путешествия Александра фан Гумбольда это было брать этот Вилемов фан Гумбольда который делал путешествие по приглашению царя в Урал и в Сибирь и как я знаю от русских геологов что студии которые делал Гумбольд тогда это значит теперь это почти 190 лет назад это еще база российской геологии до сегодняшнего дня это значит мы всегда работали очень близко в России и ваш великий Ломоносов он учился в нашем первом университете для горного изучения Фрайберг в Саксонии он туда приступил вначале потом был в Марбурге опять вы знаете эти отношения всегда существовали и продолжаются давайте коллега пожалуйста прошу да город сургут Алексей Шипилов я правильно понимаю что в данной системе школьного образования используется система инклюзивного образования расскажите немножко поподробнее как идет образовательный процесс для детей инвалидов всегда была принята и была практика, чтобы принимать именно эти инвалиды, что новое современное выключение инклюзии практически реализировалось уже давно в вальдовских школах. И это был всегда принцип, что никакой ребенок должен быть выключен. Ну, конечно, есть особые школы, где есть большинство таких же детей, есть. Но это особая ветва. Особая ветва. Но, в общем, вы знаете, вы можете принимать в классе, скажем, если там есть 25 детей, да, вы можете туда принимать, может быть, я не знаю, 3 или 4 или 5 инвалидных детей, но не больше, потому что это должно быть все-таки интегрироваться. Это зависит от положения, которое существует в классе. И если принимает еще дополнительный инвалидный ребенок или нет, это решает учить преподавателя. Если он считает или она, преподавательница, решает, что это возможно, еще включить дополнительного ребенка, тогда принимают. Если нет, тогда говорят, ну, в этом положении это невозможно. Но как принцип они принимают. Дополнительный вопрос, кажется. Уточнить хотите что-то? В российских школах сейчас говорят, что при внедрении принципа инклюзивного образования считают, что если дети инвалиды и здоровые, условно говоря, дети будут учиться, обучаться вместе, то это нарушит, наоборот, образовательные процессы именно здорового ребенка. Как решается такая проблема? Или это вообще проблема надуманная? Спасибо. Я совсем не уверен, что это правильно. Я вам дам пример. Когда мы жили в Нью-Йорке, там тоже есть Вальдовская школа, уже много лет существует, и преподаватель одной класса был очень близкий друг к нам. И он нам рассказал, что там была одна класса, была уже 12 класс или 11 класс, была сравнительно высокий уровень класса уже. И он сказал, что эта класса была в ужасном состоянии, потому что они воевали между ними, было совсем недогласие между школьниками, и это был просто очень, как говорят, трудный класс. И сразу сюда приступил действительно очень-очень больной ребенок, или взрослый тогда уже, да. Он был в коляске, и он не мог почти ничего не делать. Он был очень умным молодым человеком, но все-таки очень-очень ограничен в своих движениях. Вы знаете, и этот друг нам рассказал, сразу как этот ребенок, этот или взрослый, вступил в класс, отношения в классе совсем изменятся, потому что они все чувствовали, что надо обязательно помог этому ребенку возить в лифт, помогать в школе, в ресторане, везде. Этот ребенок нуждался везде и когда помощи. Но все эти товарищи по классу это делали. И сразу там было единство класса, и рабочий климат в классе сразу изменился. Вот это, можно сказать, что это только один размер, пример, но все-таки это было так. И мне кажется, опыт в общем, как я слышал и как я сказал, мы 23 года жили через наши дети в контакте в школе, мы всегда слышали, что в общем опыт очень положительный и не отрицательный для работы или для продвижения других детей. Это просто не так. Это потребует много от преподавателя. Это правильно. Но мне кажется, если говорят, что это мешает класс, мне кажется, это больше, что может быть, что преподаватель не в состоянии уводиться с положением, которое существует. Прошу вас, пожалуйста. Ваша соседка, да. Марина Блинова, город Киров. В Японии существует другая методика. Там, наоборот, считается, что до трех лет ребенка надо нагрузить по полной. Что именно в этот период закладывается все основное, а потом только развивается. Есть даже книга Масара и Бука, которая называется «После трех уже поздно». В этом возрасте понятно, что ребенок сам не может определить, что ему надо будет. В него вкладывают родители, наверное. Результат мы видим. Технический прогресс Японии налицо. Вот как вы думаете, такое феноменальное развитие идет в ущерб свободе? И если да, то, может быть, для нации есть смысл в этом? Может быть, что да, но, может быть, тоже да, нет. Вы знаете, стартлинг, как вы сказали, это удивительное технологическое развитие Японии. Где она сегодня? Где она сегодня? Япония находится уже, я не знаю, 10 лет, 15 лет в состоянии недвижимости в период в экономическом смысле. Они имеют огромные проблемы. Я не знаю. Вы знаете, через эту систему, об этом я говорил подробно, через эту систему вы получаете очень хорошие, удобные, маленькие роботеры. Ну, проблема это самостоятельное мышление, фантазия. И эти преподаватели вальдовской школе мне говорили, я уверен, что это правильно, что фантазия детей развивается в течение первых 7 лет. Если вы им даете слишком много интеллектуальных задач, тогда самостоятельное мышление это фантазия, фантазия развивается в игре. Если вы им не даете эту возможность, тогда фантазия дополнительной жизни больше нет. Вы знаете, у меня есть очень хороший друг, который очень хороший информатик, очень хороший человек. И он был блестящим развивать новые информационные программы. И сразу он сказал, это мне больше нравится. Это очень дурная работа, всегда то же самое. И что происходит с этими людьми? если они 30 они уволяют, потому что они больше не имеют никакие дополнительные возможности еще развиваться. Из-за этого этот мой друг сказал, это теперь конец, когда ему было 25 лет. Сказал, больше не буду это делать. он начал идти опять в университет и учился математику. Делал блестящий экзамен как математик. И теперь он работает на совсем другом уровне, гораздо выше. Ну у него была такая свобода мышления. Мне кажется, это я повторю, это самое важное, что свободная независимая возможность мышления, что это существует, что это продолжает, потому что такие таланты нам абсолютно нужны. Если мы их не имеем, тогда нам только будет работать по показаниям. Марина, я позволю себе краткое дополнение к тому, что господин посол сказал только что про японскую систему. Когда шла война на Тихом океане между Соединенными Штатами и Японией, американское правительство, Министерство обороны попросило группу антропологов американских описать доступно портрет формирования личности японца. Как люди становятся японцами? Описать процесс воспитания в Японии. Антрополог, которую зовут Рут Бенедикт, написала текст. Война закончилась к этому времени, и текст был опубликован. Это сегодня классическая книжка, которая называется «Хоризонтема и меч». Там она описала процесс становления личности в Японии. Господин посол абсолютно прав, когда говорят о том, что этот процесс двусмысленный. У него есть колоссальное количество плюсов, но то, что один из наших уважаемых экспертов вчера нам с вами показал, что на долю Японии к середине столетия будет приходиться всего 3% общемирового ВВП также является заслугой в кавычках вот этой системы воспитания. Я не буду сейчас пересказывать. Хоризонтема и меч просто зафиксируйте, Бенедикт, фамилия, и узнаете очень много интересного из этого дела. Там все не так просто и все не так однозначно. Коллеги, мне кажется, что время наше почти кончилось. Судар, у него последний вопрос имеете? Прошу. Пермякова Анна, Санкт-Петербург. Я часто сталкиваюсь в своей работе, я работаю в бизнес-инкубаторе Грант, с тем, что к нам приходят уже взрослые люди, которые хотят создать собственный бизнес, либо у них уже что-то есть, но основное, с чем мы сталкиваемся, это они просто боятся. И здесь встает вопрос о том, что было и воспитание стереотипное, и мышление родителей было по определенному плану, нельзя из него выбиваться. И то, что говорили о памяти, о том, что человек маленький, государство большое, мы ничего не можем, политика грязная, дело туда несутесь лучше. А я лично убеждена, что мы живем в уникальное время, когда быть бедным или богатым, это выбор лично человека. Жить в каком обществе, это тоже его выбор. Вопрос следующий. есть ли какие-нибудь инструменты по, если можно так сказать, воспитанию самостоятельного мышления в уже взрослом возрасте, то есть, ну, если взять 25, хотя бы. Спасибо. Не кажется, гораздо труднее, если только начинать с возрастом 25 лет, чтобы еще стать самостоятельным человеком. Мне кажется, это трудно, но это не исключается, но все-таки мне кажется, это гораздо труднее, чем если скажем, ваши родители или ваши учительницы уже потребуют для вас, что делает самостоятельную работу. Мне кажется, привычно для вас быть самостоятельным. Если вы это не имеете, тогда начинать только если вам уже 25 лет, это нелегко. Ну, я не исключу, что это делается. Это зависит от собственного таланта человека. Если есть действительно ударный человек, который только трудится что-то делать, что-то новое вымыслить, тогда это будет возможно. Но в общем, если вы работаете в инкубаторе, я вам только могу сказать, что нам очень нуждается и в бизнес, это самостоятельные предприниматели. И предприниматель это кто-нибудь, который может взять риск на себе. И риск это что-то, что вы не знаете, но что-то все-таки где вы готовы как-нибудь управляться с этим. Предприниматели в нашем сегодняшнем жизни очень-очень нужны. Если мы видим успех Германии после Второй мировой войны, как это было, мы имели люди, которые хотели это делать и могли это делать. Это время самостоятельных предпринимателей. Их, к сожалению, сегодня мы имеем гораздо меньше, чем мы имели 60 лет назад. очень важно. В общем, Анна, у вас надежда еще есть, а вот у моего друга Саши Хрусталева уже никакой надежды нет. Коллеги, я думаю, что у нас есть все основания поблагодарить господина посла. И больше того, я хочу вас всех обнадежить. Знаете, каким сообщением? Дело в том, что при активнейшей поддержке и под патронажем господина фан Штудница в Германии каждые два года школа проводит совместный семинар с организацией, которую господин посол возглавляет. Она называется Германо-российский форум. Это просто интеллектуальное пиршество, то, что происходит там. Это прекрасный уровень экспертизы, это замечательные выдающиеся события. И почему я вам об этом рассказываю, потому что к тому моменту, когда это событие будет происходить, кто-то из вас уже получит статус выпускника школы. Это означает, что вы сможете подавать заявки на это событие и, может быть, даже в нем принять участие. признательно 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 вам за то, что вы нас поддерживаете, нам помогаете. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ